Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мастер спорта Арсений Цынов из города Героя Тула покажет вам две своих интересных партии. Здарова, Арсений! Всех приветствую! Начнем мы с партии с Дмитрием Барановым, сыгранной на чемпионате России в этом году, проходящем в Сочи. Значит, выпала леталка. А1, Д4, А7, Ц5. Видно, что с большим перекосом за черных. Ну, то есть, первые ходы форсированные. А, Б4. И Д, Е5. Бьем на Е5. Бой-бой. Так. Тут черные переходят в атаку ходом А, Ж5. Сильнейший ход тут, возможно, Ж4 все-таки считается. А, Ж4? Ж4, да, даже через Ж4 лучше получается. Вот, такой писк мода. И на Ж4 именно ФЕ3 нападение. Но с партии же так не было. Также тут есть еще одна ловушка. Представим тогда, так как не так много времени занимает. Ну, например, Ж4 или СД4. Мы ходим Ж6. БЦ3. Так. Да. И на Ж4 такая незаметная... Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. Да. Так. Ну, проводим, да, СД6. Сначала выбиваем шашку с СД3 и такой же стандартный удар на С1. И скажи, кто тут два раза попался, получается? Два раза этот удар не замечали, да, известные гроссмастера. Да, вот в последний раз, получается, Александр Гетманский и... Гроссмейстеры. Гроссмейстеры, да. Гроссмейстеры, правильно? Да. Учту. Александр Гетманский и Николай Васильевич Абациев. Вот. Александр не провел. Да, сначала там как раз через Ж4 было. Но идея вот сама. Так, ладно. Это было лирическое отступление. Теперь как было в партии у нас. Стоит отметить, что партия в итоге проиграл. Но пройдя через выигрыш. Ж. Я тут Ж6 хожу. Да, ФЕ3 такой немного неуклюжий ход, мне кажется. Но имеющий право на жизнь. То есть ЖФ2. Ж7. ЖФ4. И тут я ДЕ5 решаю. То есть хороший ход в итоге. ЕД4 надо вываливаться, иначе связка мертвая. ЖФ6 закрываюсь. И тут соперник пошел ФЖ3. Я напал Ж4. Возможно, не лучший ход. Ж4, да. ЖФ4 больше шансов вставлял. И тут, да, были возможности ЖФ4 пойти или ДЕ3. С хорошими шансами на ничью. А соперник тут пошел ДЕ5. Такой ход немного агрессивный. И возможно даже слишком. И тут у меня был выигрыш. Да, очень опасный. Тут тоже можете поставить видео на паузу, попытаться найти выигрыш. Как бы вы тут сыграли. Лучше, чем Мастер Спорт, явно. Я же прошел мимо. Так, ну давай покажем, какой был выигрыш, наверное, да? Да. Был выигрыш именно ЕД6. И кажется, что, конечно, лишняя шашка. У белого должно быть какое-то спасение. Вроде бы ЖФ4. Ну, давай сперва ЦБ4 покажем. Сразу же проигрывается. Ну да, то есть СБ4, естественно, не поигрыш. И пошли в дамку. И просто проатковали фланг, да. Ну, кажется, что вроде бы ЖФ4. И должно как-то сойтись на ничью. То есть ФЖ7 черный. А тут, как ни странно, все просто сходится. Даже без интересных особенных шпилей. ДЕ3 бой-бой. И просто ЖА6. Лучшее, что тут у белых есть, это размер ЕФ4. Ну, давай сначала покажем АЖ3. Тогда мы нападаем ЕД4. Ну, как хочешь, давай, ЕД4, да. БА3. И именно ДЦ7. И все сходится. Ну, например, ЕД2, СБ6. ДЕ3, БА5. Ну, тут быстро подвигаем его. Ну, да. Тут все форсировано. Так. Ну, что делал я, как я атаковал. Подожди, а есть ЕФ4 еще, да. Есть еще ЕФ4. Ну, тут получается простой, легко выигранный Эншпиль. Там много путей. Ну, СД4 тут. БА3. И просто идем в дамки. Ни на что не смотрим. Не переживаем, что белые вот уже прорываются. Потому что у нас будет лишняя шашка сейчас. И можно в целом уже не двигать. Просто обозначить, что мы поставим дамки, например, на А5 и С5 и шашку на Д6. Проводим, значит, вторую дамку, потом дамки ставим на А5 и С5 и шашку Д8 ведем на Д6 и выигранную Эншпиль. Ну, да, то есть с белым нужно будет уходить с бельшака и проводим третью дамку. Потом третью дамку и выигрываем, да. Да. Но ты не нашел это. Я не нашел. Причем в мыслях даже не было этого хода. Я его даже не проверял. И пошел... ФЖ5. ФЖ5. ФЖ5 я пошел. Естественно, соперник разменялся уже, ЕФ4. Я бью на Ж3. Бой, 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 бой. ДС7. И тут мне уже пора было задуматься все-таки. Наверное, пора соглашаться на ничью. Ну, проводить, например, удар сейчас, ХЖ5. Или позже как-нибудь форсировать. Ну, так я пошел ЕФ6. Не сдаюсь еще. Борюсь как-то. Ну, вот соперник БЦ3. Я нападаю ФЖ5. ФЕ5. ФЖ4. И тут, да. Неожиданный ход. ЕД6. Сейчас стоит отметить, что тут... Ход назад, вернее. А, даже тут еще ЦД6 была ничья. Ну да, что тут еще четко, конечно, нужно было уже ЦД6 меняться. И никаких проблем тут у меня нет. Но я даже в этой позиции еще думал о выигрыше и не заметил простой разменчик ЕД6. И внезапно тут уже Белый переходит в атаку. Тут у меня были еще ничьи, но они уже неочевидные. Но тоненького. Да, сложные. Значит, в партии я пошел... Давай покажем партию сперва, да. Ну, давай, да, давай. Такое получилось распутье. А, получается, ЦД6, ЖФ2. ДЕ7. ДЕ7. А, подожди, ФЕ7. ФЕ7, да. Ставить дамку пока нельзя. Понимаю, да, что некуда ставить дамку. Ничья последняя была ходом. ФЖ7. Ну, конечно, с опасным Эншпилем и играть такое не хочется. Я хожу АЖ5. Вроде бы выглядит страшно, но... Как-то приближаюсь к дамкам, и как будто бы все идет все-таки к ничейному Эншпилю. ЖФ4. Но тут находится... Жертва. Да. Просто ДЕ7. Можно было, опять же, видео ставить на паузу, но немного интригу. Ну, ладно. Испортим, да. И... Неожиданно оказывается, что черным некуда ходить. И вот так я... Ну, давай покажем, что... Ну... Допустим, поставили. Разменялись. Сюда. Сюда. И проигрываем. Так, а если сюда поставили? На Е1. Тогда тоже ловим. Ну, и допустим, так. 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 Все, выигрыш. Так, а где же была ничья? Спросите вы. Да. Мы покажем... Получается, другую ничью тогда. Да. АЖ5. И тут тоже она не совсем очевидная. Потому что... ФЖ3, да, идет первая жертва, потом ЖФ2 еще. И если черные хотят как-то форсировать какой-то Н-шпиль, бежать в дамки сразу. Ну, то есть ставят дамку белую обувь. Тут неожиданно проигрывает ФЖ7. ФЖ7 или ЕФ6, да. Просто черные не успевают добежать, и будет простая проводка. С1. Тут даже не проводка, смотри. Отдали. А, да. И на ЖФ2 получается... СД2 красиво, и ставить некуда опять. То есть, если сюда, то ловится дамка шлагбаум. Симпатичная идея, кстати. Надо запомнить. А если сюда, то просто петля. Да, все время забываю про нее. Ага. Красиво. Да, и шашку они пожертвовать не могут, потому что у белых будет на А1, и, конечно, никакое саргенское окончание не получится. Да, и получается... СД2. Сюда тоже бесполезно. Тут единственная идея в том, что сразу нельзя перегонять на А5. Потому что... Подожди, а как тут выиграть, подожди? Ну, просто получается... А, ну, получается просто, допустим, вытесняем. Ну, тут-то совсем просто, да. Главное, что сразу не подумать, что как угодно выигрывается, и на А5 не привести, а потом... А на С3, и все, и выиграл. Ну, да, конечно. Все, выиграл, да. Тут проблем нет. Так. А где же ничья все-таки? Ничья... Да, ничью давал ход ДС5. Только лишь он. Ну, и, например, какой-нибудь приблизительный вариант. Просто белые пока катаются. Да, Ф4 именно. ЕФ6. Отошли на Б8. Да, ловить сейчас нельзя АЖ3 и ФЕ5, потому что оппозиция будет в пользу белых. Поэтому отходим. ФЖ5 уже грозим. Поменяется АЦ4 и... ЖФ4. Да. Поэтому белым уже приходится нападать. И тут... Приходится жертвовать. И АЖ3. Белым надо перекрывать, Ж1. ЖФ4. И тут тоже, кстати, неочевидный ход. Неочевидная ничья. АЖ2 неожиданно проигрывает. Напрашивающийся ход. Да. АБ6, ЖФ4, БЦ7. И вот тут, да, важный ход БЦ7. Куда ходить? Куда ходить? Ну, надо скидывать ее в любом случае тут. Ну, просто до конца побил, выиграл. БОСЕМЬ. Да. Загналось. А ничья была, значит, ЖФ4. А ничья была ходом ЖФ4, да. АБ6. И на АБ6 и ФЕ7. ФЕ7. То есть на Б7 именно ЖФ2. ЖФ2 или можно еще... Да. И все ничья. ЕФ6. Да. Ну, такая ничья была. Но матч я в итоге свел в ничью, то есть отыгрался, но эта партия такая оставила все-таки небольшой осадок. Неприятно такие проигрывать, конечно. Ну, ладно. А мы переходим к второй партии. Из недавнего новогоднего международного кубка. Только что прошедшего на платформе Гамбер, вот. Кроссмейстером Романом Щукиным, да, играл ты? Несколько дней назад, да. Классика. Был турнир с жеребьевкой первого хода. Выпал ходом АБ4. Арсений играл черными партию, но я буду за белых показывать. Да, тут у нас получился больше обзор интересных возможностей. То есть, мы немного отойдем от партии, покажем интересные варианты. Тут чисто классические варианты, да. Да. Обязательный ход АБ4 был. Ну и тут все обычно связывают БА5, сильнейший ход, да. БА3, БА6. ЕД4, ФЕ5, бой на Ж5. И вот Роман пил на Е5. Да, возможно, более такой активный ход. Но на Ж5 тоже имеет, конечно, место быть. Тут частенько играют ЖФ4, пытаясь упростить игру. БЕ3 играют обычно тоже, да. Ну все-таки, да, ЖФ4, наверное, самый популярный ход. Мы сначала как смотрим партию, да? Партию, конечно. Так, получается, в партии Роман сыграл ЦБ2. Это тоже теория. БЦ5. Я хожу. ДЕ3. Тут был такой тоже ЦБ6 ход. Тут обычно, да, вот, допустим, Арсений играл как раз тоже... В этот день с Русланом Пещеровым. С Русланом Пещеровым, да. Вот такой план возможен за черных с преимуществом у черных. Но я играл это именно за черных, по-моему, да? Да, да, да. Ага. А тут я решил все-таки попроще сыграть. И небольшое преимущество получить, потому что вариант вроде бы как, ну, форсированный практически. Тут я еще знаю, чтобы получить какую-то интересную игру, уходит Е до 4, но это опровергается. Не будем сейчас это разбирать. Ну, Рома... Ну, в общем, Е в 4 правильный ход. Ну, да. Тут Рома предложил ничью, но не пошел на такие потом. Я отказался, и Рома почему-то не пошел на стандартные позиции, то есть теоретически. Тут ЦБ6. И тут главная теория, как мне казалось, ЖФ2 ход. Такой вариант. ЖФ6. Тогда ФЕ5. Бой на Ф4. Бой. Надо нападать до Е7. И присоска ФЕ3 лучше. Я уже три тоже не проигрываю, но ФЕ3 более четкий. Бой. Бой, да. Не попадаем в скобинацию. Ж3, Ж5. Ну, и вот тут черные как бы играют на ловушке. Конечно, тут белым нужно меняться. СД4, например. Также ЖФ4 не проигрывает. Вот. Тут практически... Правной игрой. Да. Но белый надеется на ЕF2, что оставляет лишь единственную ничью. Ж7. Лучше ЖФ4. Лучше ЖФ4. Я понял. Почему? Потому что тут на ЖФ4 будет СД4 ход. То есть той позиции лучше сразу ЖФ4 подвязывать. Олег. Ну, блин, я уж менять не буду. Короче, друзья, с перестановкой тут сперва ЖФ4. А потом уже получалось в обращении. ЖФ7. Ну, давай, сейчас просто подведем, да, к позиции основной. Надо менять тут уже. Ну, да, то есть тут СД4 есть. Ну, ладно. ЖФ6. И тут у белых единственная ничья. Попробуйте найти ее. Ага. Вот, да. А то я один раз уже интригу убил. Неожиданно проигрывает СБ4. Может быть, ожидаемо. Ажи3, да, такие. Типовая жертва. Вот. И ДЕ5. Ну, форсированная. Ну, тут несколько выигрышей будет. Ажи3, бой же, Ажи4. И тут можно как ФЕ5, так и БЕ5. Ну, например, такой выигрыш. Продвигали. Тут все четко сходится. Опять же, без шпилей. Так, так, так. Ну, на С1. С1 сразу же нельзя идти. Потому что шашка ловится. Поэтому приходится Ажи5. Тогда четкий ход дамкой на Е3. То есть не даем. ЖФ6 и Ажи7 нельзя. Остается играть АБ2. И вот тут важно запомнить ход дамкой на Ж1. Единственный выигрыш. И выясняется, что белым ходить некуда. То есть... Да, единственный ход это АБ4. АБ4. Ну, тогда четко бьем на С1. Надо. Треугольник Петрова ставим. Выигрыша. Так, также проигрывает в этой позиции. Вот. Ход ФЖ5. Потому что простой размен. Да, ДЕ5. ЕФ4. И оказывается, что АБ позиция 2 на 2 проигранная. БЦ5. И можно тут продвигать. Ну, тут можно и ЕФ6. Можно и ЦБ4. К выигрышу. К выигрышу. А... Что у нас? А, ничью дает лишь ЦД4. Тогда на АБ4 будет комбинация ФЕ5. Приходится ЕД4. ФЕ5, потом ДЕ5 был ход. И БЦ3. Ну, а тут именно АБ4. И, например, на АЖ3. Или что мы разбирали? Б5. На АЖ3 будет именно ход Б5. Вот единственная ничья. Затем в люпки заходим. Ну, и дамка ненуема ловится. И БЦ3. Ничья. Чего? Да. Ну, это... Так в партии не было. Ну, все в целом. Не, а тут еще такой вариант можно показать. Б5, если... Тогда БЦ3. И на АЖ5. ЕД4. И обе стороны пробегают дамки с ничей. А БЦ5 нельзя было ходить. Из-за детской рекомендации. Ну, ладно. В партии же Рома пошел АЖ3. Команды. АЖ6. Этот ход тоже возможен, да, на самом деле. Да, то есть, на самом деле, позиция все равно примерно равная. ЖХ2. Строим колоночку, грозим АФ5. АФ5. Да. АФ5. Ну, туда меняемся вперед. Снова грозим АФ5. Сильнейший ход сделал ДЕ7. Ну, тоже небольшое там преимущество. Но ДЕ7 все-таки было посильнее. Но я АФ7 хожу. Черткий ход АЖ5, да. АЖ5, да, находит. Но в следующем ходу небольшая ошибка была. То есть, я меняю же Ф6. И тут нужно было ФЕ5 с равной игрой меняться. И вообще никакого преимущества у черных нет. А Рома же пошел ЕФ2 и получил проблемы, неприятности, да. И надо было уже знать, что там делать. И чью. ФЕ5. 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 Ну, ФЕ5, ФЕ5. Да, проводят. Черные, естественно, меняются, ставят. Рожон. АБ4. АЖ7. Тут сходка форсированная, да. Тоже единственная. АБ2, ЖФ6. БЦ3, Б5. БЦ5. ФЕ5. И оппозиция в пользу черных. Надо куда-то кидать шашку. Вот, друзья, можете поставить видео на паузу. И попытаться найти ничью за белых. Я вот, кстати, не нашел ничью даже в спокойном состоянии, как говорится. А у Ромы в этой позиции уже цейтнот был жесткий. Да. ЦБ4 просится. То есть, хотим потом атаковать шашку Е5. Но на самом деле этот ход уже проигрывает. Например. Да, так было в партии. ЦБ6. ЕД2. ЦБ6. БЦ7. Поставили дамку. Надо нападать. Отходим. Ну, допустим, на Ц7. Ну, поденес. Ничего не давало. Пошли в дамки. Напали. Отошли. На Ц5. Именно так и было в партии. Ну, и затем Сеня поставил дамку. Рома ушел на А3. И вот тут Сеня начал торопиться. Да. Но я не начал торопиться. У меня было 2 секунды. Я же тебе говорю, Олег. То есть, я тут немного уже заволновал. Ушел дамкой Ц1. И там в итоге партия закончилась ничьей. Да. Был жесткий цепот у обоих соперников. А выигрыш все-таки был. То есть, можно было сыграть АБ2. Сейчас посмотрели спокойно. Конечно, тут не упускал выигрыш от этих дамок. Но тут надо было сразу. На Е7. Ушел на А6. То есть, мы хотим перегнать дамку на поле А8. Вот. Играем на Ж7. Потом на А8. Ну и все. Тут никаких проблем нет. Затем сыграем на любой ход. Допустим. На С1. И шашка спокойно идет в дамки. А тут еще на С1 могу пойти. Проблемы до конца остаются. В смысле? Какие тут проблемы? Тут еще пойду на С1. Куда? Дамкой на С8. Ой, на Ф8. На Ф8? Да. А-а-а. Так я просто сюда уйду. Такие проблемы. Ну да, тогда нужно переждать. Самая главная тут ловушка была. Сюда нельзя. Просто сюда. А подожди, даже тут выиграно. Просто сюда. Даже тут выиграно. А пойду ЕF2. И тогда... Ну... А тогда сюда. Да, подъеду. Да, все-таки выигрыш. Четко, да. Да. Да, такой был выигрыш. Но в цитноте там упустил. Но сам факт. А... Моща тут была довольно-таки простая. Она была именно СД4. Но в цитноте тоже ход не просит туда. Сюда, сюда. Да, потому что не видно никаких нападений. То есть казалось бы шашка вроде бы не висит. И на Ф8 ставим. И неожиданно выясняется, что на ход СБ2 играем на А6. И вот здесь уже угроза ЕД2 неотразима. А если черная, допустим, играет дамкой на А6, тогда уже уходим на А3. Если на Ф8, играем ЕД2 и занимаем большую дорогу. Вот такая ничья была. А теперь посмотрим не основные. А теперь рассмотрим старинную партию Агафонов-Бененсон из журнала «Шавки» за 1969 год. Такие интересные варианты были возможны. То есть в этой позиции обычно все-таки игра от ЖФ4. И черные меняются до Е5. И вот здесь обычно все игра от ДЕ3. Черные меняются, ЕФ4. Либо игра от СД6. Ну и партии все заканчиваются ничьей. Оказывается, в этой позиции возможен ход АЖ3. Ну, если играть СД6 или АЖ7, белые сыграют, затем ДЕ3. Потом разменяются СД4. Там ничего интересного нет. Поэтому черные обостряют игру АЖ5. Пытаются выиграть. Белые играют ДЕ3. Ну и черные нападают ЖФ4. И оказывается, здесь возможны интересные варианты. Закрываемся ЕФ2. Ну и здесь возможен ход СД6. Тогда меняемся СД4. И после АЖ7 преимущество у черных. Но в партии Агафонов-Бененсон было ФЖ7. В этой позиции. И здесь возникают очень интересные классические позиции, которые полезно знать всем шашистам. Меняемся. СД4. Ну, естественно, черные бьют АНЦ3. Белые бьют назад. СД6. АБ4. БЦ5. И здесь важно сыграть именно БА5, а не БА3. Ну и в этой позиции самый сильнейший план за черных сыграть ЖФ6. Преимущество у черных. Но, тем не менее, ничья у белых еще есть. ЕФ4 точный ход. АЖ7. СД2. БЦ7. БА3. ЖА6. АБ2. ДЕ7. И вот в этой позиции уже проигрывают напрашивающийся ход БЦ3. Черные жертвуют шашку АЖ5. И играют СБ4. То есть, видите, у белых связаны оба фланга. Поэтому им надо возвращать лишнюю шашку вот таким маневром. Ну, черные тогда играют ЕФ4 и выигрывают с помощью центра. Ничьей у белых нет. Известная тема давно уже. Тоже не сказал поставить видео на паузу. Ну, это надо запомнить, да. А точный ход тут ДЕ3. Ладно, поставлю два восклицательных знака. И в этой позиции возможны два варианта. Вот здесь можете поставить видео на паузу. Хочется сыграть ЕД4 и ФЖ5. Вот куда бы вы пошли, подумайте. Неожиданно выясняется, что ФЖ5 уже проигрывает. Все сводится к известной партии Цирик-Лебедев. Далее возможен такой вариант. БЦ3 и Ф6. ЦБ4. Ну и на единственный ход ЕД4 белые проводят удар. То есть ФЕ5. Бой-бой. Надо ставить дамку на Ц1. Тогда заходим в люпки. Черные вроде бы прорываются в дамки. Сейчас проведут вторую дамку. Но белые здесь очень красиво жертвуют дамку. И возникает выигранный Эншпиль за белых. Я подробнейше разбирал вот эту позицию. Здесь при сильнейшем сопротивлении все сводится к окончанию 4 дамки у белых и шашка против 2 дамок у черных. Но везде и во всех вариантах у белых выигрыш. Позиция подробно разбиралась с герсмейстером Зиновием Цириком и герсмейстером Максимом Федоровым. Ссылочку оставлю в верхнем правом углу, кто не смотрел видео. Поэтому в данной позиции правильно играть ЕД4. Тогда меняемся назад. ФЕ5, СД2. И здесь надо играть ЕФ6. ЕД4 играть плохо. Тогда играем ЖХ2. Приходится меняться. И играем ЕД4. Ну и тут у черных начинаются проблемы. То есть надо уже жертвовать две шашки и пытаться прорваться в дамки. Когда белые играют ДЦ5. И здесь единственная ничья после хода ЕФ6. Но белые еще огромные проблемы черным создают. Ничья еще есть, но такой оншпиль получает за черных не хочется. Нет, на самом деле не очень сложный оншпиль. Но все-таки да. Не хочется, да. Поэтому в этой позиции надо играть ЕФ6. И тоже возникает известная позиция. ДЦ3, ФГ5. И белых выручает только комбинация. Комбинация. СД4, ФЕ5. Ну лучше всего бить на Д2. И затем ЖФ4. Кажется, что ншпиль простой. Но на самом деле здесь еще есть интересная ловушка за черных. Которую полезно знать. Ставим дамку на С1. Белые пытаются провести вторую шашку в дамке. АБ6. Тогда играем дамкой на Ф4. Белые играют Б7. Ну и не даем белым провести вторую дамку. Белые играют дамкой на Б6. Черные проводят вторую дамку. ЖХ2. Ставим дамку. И белые играют на поле Ж1. Ну и вот тут ловушка прикольная есть. Играем на Х8. Ну. Так. И как мы тут смотрели? Какой вариант? Получается не на... Ну не на А8. А не на А8. На Е5. Да. На Е5. Е5. Белые на Б6. Е4. Ну примерно. Е2. И вот здесь ловушка. БЦ7. Ну так много кто выигрывал. В частности выигрывал гроссмейстер Владимир Вигман. В своей книге Радость творчества. Он привел вот эту позицию. Ну и здесь обычно соперники Удомленные долгой защитой Ставят дамку. И у черных выигрыш. Тоже можете поставить видео на паузу. Попытаться найти выигрыш за черных. Неожиданно играем АЖ3. Выясняется, что в какую сторону не побей Везде проиграна. То есть если бить сюда Или сюда. И обе дамки белых гибнут. Так. А если побить Допустим сюда. Тогда бьем на Е1. Ну и снова выигрыш у черных. А правильно было в этой позиции Играть получается Так. Сюда, сюда. Сюда. Просто было отойти На поле G1 С равной позиции. Так. Какие еще тут интересные были варианты? Так. У нас было какое-то замечание В какой-то момент, да? Да. Смотри. Значит. В партии Агафонов-Бенинсон Все-таки был другой вариант. И здесь тоже возможен прикольный шлиф От гроссмейстера Евгения Кондаченко. То есть в партии черные сыграли ДЦ7. Ну белые естественно играют Е4 Тогда G6 Б3 АЖ7 СД2 ЖФ6 АБ2 Ну и в этой позиции Возможны два варианта СД4 И ЕД4 Значит СД4 я расскажу А ЕД4 Сеня вам расскажет На СД4 Играем ДЦ3 Б7 АБ4 И на ФЖ5 Спасает белых присосков БЦ5 Именно так и было в партии Побили Побили Поставили черные дамки Дамку Белые отошли БА3 И партия завершилась В ничью Как вариант еще есть БЦ3 АБ6 Ну можно и так Да Можно в принципе и так Да Вот так Эффектно закончится Эффектнее Да Правильно После хода ЕД4 Сейчас вам Сеня расскажет Здесь прикольный вариант Да Забил Ничьей уже нету Так как есть ход ФЕ3 Такой неожиданный И если побить Ашф2 То комбинация ФЕ5 Ничего не дает Будет просто СД6 Но тут Неожиданно АБ4 Возникает После боев Белые Белые Выигрывают Очень красиво Да Соответственно Черным нужно бить ДФ2 Бой назад И кажется что Черный в атаке ФЕ5 ЖА2 Белый фланг Услаблен немного СД4 ЕФ2 ДФ2 ДФ2 Бой 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 АБ6 Да Четкий ход АБ6 И тут есть два хода У черных Но ни один из них Не спасает Ну Например ЕФ4 Тогда ДЕ3 ФЖ3 И БС3 Ну и С выигрышем На позицию А На АЖ5 Выигрывает Простой Размен И уже Тут просто ДЕ3 Будет Ход И опять же Позиция Вот такие Друзья Интересные Партии И варианты От Мастера Арсения Аценова И Сулы Ну и Про себя Не забывай А так же Если Вам понравилось Видео Пожалуйста Поддержите Наше творчество Большим пальцем Вверх И подпиской Пишите Комментарии Задавайте Вопросы Если что-либо Непонятно Ответим На все Вопросы Ну и Такое Небольшое Замечание Тоже Есть Как говорится Плохая Новость И Хорошая Новость Начну С плохой Евгений Кондраченко К сожалению Расстроился То что Последний Стрим Его Собрал Менее 100 лайков Поэтому Говорит Месяц Сейчас Не буду Ничего Показывать Я Расстроился Говорит Но зато Хорошая Новость Я Хотел Переводить Видео В ограниченный Доступ Которые Собрали Менее 100 лайков Я все Таки Передумал Я Этого Делать Не буду Такие Пироги Ограниченный Доступ Это Ну Их Не Видно Будет А Понял Так что Все Будет Работать Не Переживайте Да Это Было Некрасиво В Думал Случ Пад Зрители Думаю Все Правильно Ладно Всем До свидания И давайте Воевать Только На шахматной И шашечной Лесках